МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При том, что Россию еще 10 лет назад включали в клуб избранных и приглашали на заседание самых богатых стран мира, клуб G7. Но то, что даже в прошлом году называли бы невероятной, научно-публицистической фантастикой, стало реальностью. Немецкие бюргеры говорят канцлеру Германии Олафу Шольцу «Помогай быстрей». Немцы открывают списки вооружений и говорят «берите, что надо». Всегда осторожная Словакия открывает свои склады. Австралия шлет БМП, Великобритания, США шлют стингеры, джавелины, системы ПВО и многое-многое другое. Десятки стран в мире помогают бороться с новой российской чумой. Эта помощь очень ценна, и ее ждут в Украине. Самое свежее и, пожалуй, самое ожидаемое союзники помогают украинским ВВС получить больше боеспособных самолетов. Пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби в интервью телеканалу CNN высказывался по-американски прямо и по-военному Вите Ивата. С его слов, у украинских ВВС станет на 20 самолетов больше в ближайшее время. Найдена возможность поставить необходимое количество запчастей для самолетов МиГ-29 и Су-27. У украинских ВВС в боеспособном состоянии до войны всегда были не менее 100 самолетов. В основном речь о тяжелом истребителе Су-27, многоцелевом истребителе четвертого поколения МиГ-29, штурмовике Су-25 и сверхзвуковом бомбардировщике Су-24М. Поддержание боеспособности авиапарка Украины последние 8 лет было большой проблемой. Самолеты еще с советской эпохи, а часть запчастей изготавливалась в России. С 2014 года проблемы с запчастями постоянно приводили к тому, что часть самолетов была непригодна к полетам. Сейчас же ситуация изменилась кардинально. Благодаря союзникам Украина нашла способ ответить и нарастить свою военно-воздушную мощь. Что это означает для украинского неба? Война за господство в украинском небе прошла уже несколько этапов. И вопреки негативному прогнозу для ВВС Украины, российские ВВС не стали доминировать. Риск быть сбитым у российской авиации очень высокий. Вот что говорил об этой ситуации около месяца назад пресс-эташе ВВС Украины. У нас есть данные, подтвержденные генеральным штабом, что мы сбили до 100 самолетов, оккупантов разных типов и вертолетов 118, а сегодня уже 120, если я не ошибаюсь. У них было 450 самолетов и 250 вертолетов. Это плюс-минус вот такая большая авиационная группировка. Я бы про наши потери не хотел бы говорить, но они значительно меньше. Но математика – хитрая вещь. Хоть мы избили больше соотношения сил, сейчас трудно считать. Скажем так, той техникой, которая у нас есть на вооружении 80-х годов против 2010-й плюс годов техника у них, наши военно-воздушные силы делают невозможное. Нам звонят наши западные партнеры и просто аплодируют. Нам говорят, никто не знал, что воздушные силы будут настолько эффективно на теперешний момент противостоять врагу. С начала войны, по разным неофициальным данным, украинские ВВС потеряли около 33 самолетов разных типов. Для наших реалий это много. Но союзники уже придумали способ серьезно восстановить боеспособность украинских ВВС. 20 модернизированных МиГ-29 и Су-27 всем серьезно изменят ситуацию на Юго-Востоке. У нас сегодня чем больше, тем лучше. Мы в такой ситуации находимся, что противник, который нам противостоит, это российские агрессоры, оккупанты. У них в разы они превышают нас по количеству авиационной техники и других вооружений видов. И мы понимаем, что и армия очень большая в России. И поэтому любая такая предоставленная помощь, это очень существенно для нас. Мы можем нарастить парк авиационной техники и, соответственно, авиацию, которая работает и по наземным целям, это штурмовики и бомбардировщики, а также истребители. Это Су-27 и 29. Безусловно, это скажется на том, что мы усиливаем свой боевой потенциал. Как по работе по воздушным целям, так и по работе по наземным целям. Что сегодня тоже очень важно, потому что каждый день ударная авиация помогает нашим наземным силам держать оборону кое-где и в наступательных действиях, чтобы освобождать нашу территорию. Для воздушных сил Украины поставили запчасти и комплектующие для самолетов, тех, которые у нас есть на вооружении. И это позволит нам не только отремонтировать те, которые были повреждены, но и те, которые у нас нуждались в ремонте, могут быть сегодня отремонтированы и поставлены в строй. И, в принципе, количество авиаций, самолетов на крыле, стоящих на крыле, есть такое выражение у летчиков, возрастет. И, соответственно, мы сможем прикрывать наши войска в зоне проведения активных боевых действий от авиации противника. Есть один аспект, про который говорят мало, но он может оказать решающее значение. ВВС Украины имеют высококвалифицированный резерв летчиков высокого уровня, которые могут в кратчайшие сроки встать на защиту неба. К тому же украинская летная школа – одна из лучших в мире. Действительно, и Харьковский авиационный институт, и другие военные училища еще Советского Союза выпускали кадры. И вполне достаточное количество. Они служили в авиации, они имеют определенный налет часов. Естественно, что им надо – это провести с ними учебно-методические сборы и тренировочные полеты для того, чтобы они восстановились. Украине нужно больше самолетов, пускай и модернизированных советского образца. Идеально МиГ-29. План перевооружения украинской армии на хотя бы уже уходящий в прошлое американский многоцелевой истребитель четвертого поколения F-16, видимо, пока доведется отложить. Но кто знает, может в ближайшее время что-то вроде МиГ-29 пропадет со складов в странах бывшего Варшавского договора. Пропали же 100 танков в Польше, и бог знает, где их теперь носит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова